В Крае остаются потопленными 67 приусадебных участков. Подвижки льда начались и в районе Барнаула. Самый светлый праздник, как в Барнауле отметили Пасху. Словно не заметили соперников, небывалый счет зафиксирован в хоккейном матче студенческой лиги. Вы смотрите наши новости в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. В Алтайском крае на утро сегодняшнего дня остаются потопленными 67 приусадебных участков в 10 населенных пунктах Краснощоковского, Быстро-Ихстокского, Целинного и Смоленского районов. В регионе продолжает действовать режим ЧС. Водная стихия пока не дает расслабиться ни жителям, крайне спасателям, ни властям. Подробнее Ирина Корчагина. Река Али заставила поменять планы жителей села Хабазино и Красноярки. Несколько дней на дороге регионального значения проезд невозможен. Местные жители говорят, что такой размыв происходит каждый год. Но в этом у стихии особый размах. Мощный поток воды размыл грунтовую дорогу. Зрительно может казаться, что порыв не такой уж и сильный. Но когда находишься здесь, кажется, что земля буквально вибрирует под ногами. Промыло грунты на мосту через реку Черемшанка. Такая картина здесь повторяется каждую весну из-за резкого подъема талых вод. Жители Белоярска опасаются. По единственному мосту, соединяющему поселок с Новоалтайском, ежедневно проходят десятки школьников. Здесь может просто-напросто ребенок упасть под вот эту плиту, вот в этот ручей, который идет в речку. А Барнаулицы тем временем делятся снимками в соцсетях, на которых видно, что в районе Нового моста вода уже вышла на поверхность. Первые подвижки ледяных масс заметили в это воскресенье. В ближайшие дни жители краевой столицы увидят ледоход и на главной водной артерии Сибири. Ирина Корчагина, Павел Лаурнин. Наши новости. Свежая информация о паводковой ситуации в крае в нашем вечернем выпуске, а пока к другим темам. Более 56 миллиардов рублей за 12 лет или в среднем по 4,5 миллиарда ежегодно. Столько получил наш край на развитие сельского хозяйства, сообщает газета «Комсомольская правда» Барнаул. О чем еще пишут корреспонденты изданий Сибирской медиагруппы в обзоре далее. Значительная часть государственных денег по линии сельского хозяйства выделена на развитие элитного семеноводства и племенного животноводства, информирует газета «Комсомольская правда» Барнаул со ссылкой на заявление губернатора Александра Карлина, которое прозвучало на заседании агробизнес-клуба в Москве. В частности, сообщается, что серьезные ресурсы последние 12 лет шли на развитие молочного и мясного скотоводства. Не уточняется, правда, насколько выросло поголовье скота. При этом глава региона отметил, Алтайский край стал больше производить молока, сливочного, растительного масла, зерна, муки, макаронных изделий и другой продукции сельского хозяйства. Для многодетных семей Рубцовска мэрия города готова предложить бесплатные земельные участки для застройки, пишет информационный портал Рубцовск.Инфо. В администрации утвержден перечень земель, которые могут взять семейные пары, имеющие трех и более детей, для возведения собственного дома. Всего в разных районах города определено пять земельных площадок. По одной в северном, южном и юго-западном жилом районе и две в западной части города. Распределять участки специальная комиссия будет 21 мая. На заседание приглашены 30 семей. А вот газета «Бийский рабочий» подсчитала, сколько дней россияне будут отдыхать на предстоящие майские праздники. Так, на праздник весны и труда ожидается четыре выходных с 29 апреля по 2 мая. Таким образом, первая рабочая неделя мая будет двухдневной. Правда, прежде чем уйти на отдых, придется отработать шестидневную рабочую неделю в апреле, включая субботу, 28 число. А вот в День Победы будет лишь один выходной, 9 мая. Никаких переносов выходных дней в связи с этой датой не предусмотрено. Елена Макаренко, Наши новости. Праздник триумфа жизни над смертью. Накануне православные христиане отметили самый светлый и великий праздник – Пасху. Во всех храмах края и его столицы прошли пасхальные богослужения. Освятить символы праздника – яйца, куличи и Пасхи до начала службы. И после ее завершения пришли тысячи бурнаульцев. Среди них и наша съемочная группа. Христос воскресе! Парнись и воскресе! Пасхе предшествует самый долгий и строгий пост в году, не случайно названный великим. Ограничения в пище и работа над своим духовным миром требуют много сил. Поэтому в светлую Пасху после праздничной пасхальной службы принято собираться всей семьей за большим столом. Особые символы – пасхальный кулич и крашеные в красный цвет яйца. Подготовка к торжеству – любимый ритуал всех прихожан, в том числе и Покровского собора. Чувства, конечно, не описуемые, их никак не передать. Радость просто такая неимоверная, словами никак не передаешь. Уже даже накануне праздника, хотя еще Великий пост, радость уже наступает. Конечно, первым делом начинаем яйца красить, куличи освещать. Кстати, не все знают об обычае дарить на Пасху именно красное яйцо. Согласно преданию, святая Мария Магдалина преподнесла императору Тиберию пасхальное яйцо со словами «Христос воскресе». Но император-язычник усомнился в чуде, сказав, что яйцо скорее станет красным, чем он поверит словам Марии. В это мгновение яйцо в руках святой само окрасилось в алый цвет. Хочется пожелать всем, прежде всего, радости духовной, пожелать спасения, пожелать, чтобы радость о воскресшем Господе вошла в каждый дом, чтобы сердце каждого человека сумело разделить и услышать то, что потрясло и глубины ада, весть о воскресении Христовом. Празднование Пасхи самое продолжительное. Оно длится в течение 40 дней. Столько воскресший Иисус Христос пребывал на земле. А в этот период времени даже совершенно незнакомых людей объединяет общая радость о начале новой жизни. Хорошие, светлые чувства, что-то такое приподнятое, светлое, доброе, вечное. Я поздравляю всех горожан с этим светлым праздником. Всем желаю здоровья, благополучия, веры, любви. Валерия Усольцева, Александр Антропов. Наши новости. Измерить объем талии, вес, узнать уровень сахара в крови. Всемирный день здоровья отметили жители Алтайского края, в том числе и Барнаула. Определить основные параметры здоровья могли все желающие. Присоединилась к празднику и Барнаульская поликлиника номер 3. Уже седьмой год подряд медицинские работники поликлиники номер 3 в день здоровья покидают свои рабочие места. Чтобы попасть на прием, не нужно записываться заранее. Сегодня тот редкий случай, когда принимают не по талонам, а результаты анализов готовы сразу. Много сегодня было желающих измерить свой холестерин и сахар в крови? 37 человек. Показатели в основном хорошие. Судя по тому, что все позавтракали плотно, ну плюс-минус. Есть погрешности, конечно, но они небольшие. День здоровья в этом году решили провести в просторном зале Аграрного университета. Желающих присоединиться к празднику становится все больше, говорят организаторы. Самые активные вновь люди пожилого возраста. Хотя молодежи тоже было достаточно, но сюда они заглянули скорее ради любопытства. Егор Онегов, например, студент музыкального колледжа, очень редко посещает врачей. Как выяснилось сегодня, парню необходима консультация специалистов. Как давление? Высокое для него. Высокое для него? Да. Что это значит? Стоит обратиться к врачу? Срочно причем. Проверив здоровье, участники праздника, разделившись на команды, решили испытать свои силы в веселых стартах. Среди спортсменов были и ветераны, некоторым из них под 80 лет. Но молодых соперников они не боятся, говорят, готовились. Каждый день делали зарядку и утреннюю пробежку. Ни шагу назад, ни шагу на месте, только вперед и только вместе. Ведь недаром мы говорим, что давление лечат не только таблетки. Во-первых, хорошее настроение уже улучшает самочувствие. Ну а во-вторых, умеренная, разумная физическая нагрузка. Всемирный день здоровья – хороший повод обратить внимание на свое самочувствие. Но врачи еще раз советуют – не нужно ждать, когда заболит. Ведь предотвратить заболевание легче, чем его лечить. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости. Впереди Москва. Игроки студенческого клуба «Динамо Алтай» пробились на всероссийский финал. На пути к цели барнаульцы словно не заметили соперников. В родных стенах в полуфинальной игре «Синебелые» буквально втоптали в лед гостей из Улан-Удэ со счетом 55-0. Только вдумайтесь, 55-0. Голы ворота «Селинги» получились на любой вкус. Если взять в расчет, что в хоккее встреча длится 60 минут, то шайбы залетали примерно каждую минуту. Некоторые болельщики покинули арену еще задолго до финальной серии, но, видимо, посчитали, что интрига тут была убита еще в первой половине матча. На следующий день «Динамо Алтай» тоже было не остановить. Правда, все же новосибирский маршал ждал не такой унизительный, но разгром. Счет получился гораздо скромнее. 10-0 в пользу команды Александра Усачева. В результате «Динамо Алтай» самый сильный студенческий клуб в Лиге Сибирь Дальний Восток. В конце апреля наши земляки поборются уже за чемпионство страны. И о погоде на сегодня. Спонсор прогноза погоды. Компания «Эвалар». Реагируете на погоду? В любую погоду лекарство «Гинкаум» способно устранить головную боль, головокружение, шум в ушах. «Гинкаум» в два раза дешевле аналога. Почувствуйте разницу. «Эвалар». Выгодная цена. Высокое качество по стандарту GMP. В большинстве районов края пасмурно. Местами дождь. Ветер юго-западный. Умеренный в Бийске. Белокорих около 8 градусов выше 0. Плюс 10 в Змейногорске и Рубцовске. В Барнауле днем около 6. Тепла дождь. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.